МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, уважаемые телезрители! В прямом эфире информационная программа новостей в студии ТОРПРОВ. Сегодня основатель мира и национального единства, альтернации и президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, направил поздравительную телеграмму избранному президенту Монголии, уважаемому Ухнагину Хурлсуху, в которой говорится. Ваше превосходительство! С наилучшими пожеланиями поздравляю вас с победой на выборах президента Монголии. Республика Таджикистан заинтересована во всестороннем развитии взаимовыгодного сотрудничества с Монголией. Мы с оптимизмом смотрим в будущие отношения и созидательного сотрудничества между нашими странами и готовы целенаправленно стремиться к их расширению на всех уровнях. Выражаю надежду, что в период вашей деятельности на высоком посту совместными усилиями мы и далее будем продвигать отношения дружбы и сотрудничества между нашими двумя дружескими государствами, обогащая их новым содержанием. Желаю вашему превосходительству, доброго здоровья, счастья и успехов в выполнении ответственной функции президента страны, а дружескому народу Монголии устойчивого прогресса и процветания. Далее. Сегодня рабочая поездка основателя мира и национального единства лидера нации президента Республики Таджикистан, уважаемого Эммалера Ахмона, в городе и районе Сагдийской области продолжилась в городе Худжан. В начале глава государства, уважаемый Эммалера Ахмона, улицы Джуры Зокира, города Худжан, сдал в эксплуатацию красивое и современное здание частного детского сада Хуршедии Стехлол. 12 июня рабочая поездка основателя мира и национального единства лидера нации президента Республики Таджикистан, уважаемого Эммалера Ахмона, в города и районы Сагдийской области продолжилась в городе Худжанд. В начале глава государства, уважаемый Эммалера Ахмона, на улице Джуры Зокира, города Худжан, сдал в эксплуатацию красивое и современное здание частного детского сада Хуршедии Стехлол. Новое дошкольное учреждение в городе Худжан раскинулось на площади 24 соток земли и предназначено для 240 детей. Детский сад построен семьей Асадулоевых в знак поддержки созидательных инициатив государства и правительства страны во имя достойной встречи 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан с затратой 3 миллиона самани и обеспечен необходимыми условиями для воспитания и учебы. Данный объект создан в рамках реализации указаний вытекающих в послание президента Республики Таджикистан в Ажлизе Оли и страны и будет способствовать большему привлечению детей к дошкольному воспитанию и образованию. Строительные работы на этом объекте были начаты в 2019 году и в ходе работ 30 человек были обеспечены рабочими местами и хорошей заработной платой. Детский сад состоит из двух-трехэтажных зданий, в которых имеется 9 классов и ряд других вспомогательных кабинетов. Все классы обеспечены необходимыми условиями для воспитания и обучения детей и оснащены в соответствии с современными требованиями. Учеба в детском саду налажена на тажирском, русском и английском языках, а для проведения занятий и воспитания детей на работу привлечены опытные воспитатели. В целом здесь постоянными рабочими местами обеспечены более 30 человек, а в дальнейшем путем налаживания учебы на китайском языке будут созданы новые рабочие места. Здание дошкольного учреждения оснащено всем необходимым современным учебным, техническим и защитным оборудованием, а коридоры украшены изображениями героев детских сказок. Лидер нации, уважаемый ему Мали Рахмон, в ходе знакомства с условиями воспитания и обучения в детском саду провел теплую свободную беседу с воспитанниками и вручил им подарки. Для прививания детям чувства эстетики, любви, культуры и оздоровления в детском саду созданы музыкальные и спортивные залы. В детском саду также имеется медицинский пункт, кабинет логопеда и просторная столовая. В ходе беседы с ответственными лицами и воспитателями, президент страны, уважаемый ему Мали Рахмон, расценил возведение красивого и современного здания детского сада как ценный подарок накануне празднования 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан и призвал с использованием имеющихся возможностей направить все свои навыки, способности и опыт на воспитание детей в духе патриотизма и национальной гордости. Во дворе нового детского сада в соответствии с современными требованиями созданы 9 террас для проведения занятий, а также здесь имеется детский плавательный бассейн и уголок живой природы. После полного знакомства с созданными возможностями для воспитания и обучения детей в современном детском саду глава государства, уважаемый ему Мали Рахмон, выразил благодарность учредителям за поддержку созидательных инициатив высшего руководства государства и правительства страны и осуществление подобных добрых начинаний, назвал важным фактором в направлении достижения цели национальной стратегии Республики Таджикистан на период до 2030 года. Сегодня в Худжанде основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый ему Мали Рахмон, сдал в эксплуатацию административное здание государственной службы Мухофиза Министерства внутренних дел Республики Таджикистан в Сагдийской области. 12 июня в Худжанде основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый ему Мали Рахмон, сдал в эксплуатацию административное здание государственной службы Мухофиза Министерства внутренних дел в Республике Таджикистан в Сагдийской области. Следует отметить, что в недавнем прошлом здание службы Мухофиза и МВД в Сагдийской области находилось в плачевном состоянии. По непосредственным указаниям и напутствиям поручению президента страны, уважаемого ему Мали Рахмона, через достойные встречи 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан, новое здание было построено в соответствии с современными требованиями за счет средств государственной службы Мухофиза в Сагдийской области и для работников были созданы благоприятные условия деятельности. Новое здание состоит из пяти этажей подвального помещения, где имеется 55 рабочих кабинетов для работников службы, в том числе для руководящего состава офицеров отделений организационного контроля, экономического планирования для работы с личным составом, работы по организации подразделения и службы, сопровождению, а также отделения инженерно-технических средств и другие вспомогательные объекты. В библиотеке государственной службы Мухофиза хранятся сотни экземпляров различных книг, в том числе художественная и научно-отраслевая литература. В соответствии с современными требованиями в библиотеке также установлены компьютеры, на которых хранятся тысячи экземпляров электронной литературы, и сотрудники службы, ежедневно свободные от работы часы, могут читать научные и художественные произведения, а также периодические издания и журналы. В ходе ознакомления главой государства уважаемым Эмумари Рахмоном созданными условиями, было отмечено, что строители создали здание государственной службы Мухофиза Министерства внутренних дел Республики Таджикистан в Саудийской области в соответствии с современными требованиями и с учетом норм военной службы и оснастили современной аппаратурой и отраслевым оборудованием. Здесь также построена стоянка для служебного транспорта, два склада военной формы, тренажерный зал, общежитие на 15 человек и столовая на 100 мест, а на каждом этаже имеются вспомогательные кабинеты, в том числе и душевые. Актовый зал этой государственной службы имеет 140 посадочных мест со всем необходимым техническим оборудованием, такими как мониторы, звукоусиливающие устройства и оборудование для видеоконференц-связи, что создает благоприятные условия и возможности для работы данной воинской структуры. Также для озеленения территории во дворе административного здания государственной службы Мухофиза в Саудийской области посажено более 100 саженцев вечно зеленых и декоративных деревьев. Наряду с этим за счет средств службы осуществлен ремонт автомобильной дороги на улице Максуджона-Тамбури города Худжан площадью 2000 квадратных метров, которая в прошлом находилась в плохом состоянии. Лидер нации, уважаемая Емумали Рахмон, дал высокую оценку качеству строительных работ и созданным условиям на объекте и напутствовал работников государственной службы Мухофиза Министерства внутренних дел Республики Таджикистан в Саудийской области на эффективное использование возможностей и верное служение народу и Родине. 12 июня в городе Худжан основатель мира и национального единства лидер нации президент Республики Таджикистан, уважаемый Емумали Рахмон, сдал в эксплуатацию здание Центра стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции в Саудийской области. 12 июня в городе Худжан основатель мира и национального единства лидер нации. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Емумали Рахмон, сдал в эксплуатацию здание Центра стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции в Саудийской области. Новое здание в современном стиле создано в Махалете-Мурмале города Худжанда и состоит из пяти этажей с подвальным помещением. Рядом с основным зданием Центра Таджикстандарт в Саудийской области построен еще один вспомогательный объект. Центр построен в рамках плана созидательных мероприятий в честь достойной встречи 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. В подвальном помещении здания находится отдел испытаний средств измерения и кабинет диагностики обуви, отдел испытаний средств измерения состоит из испытательных и лабораторий измерения теплотехнических средств, диагностики электрооборудования, испытания и измерения весов, испытания геометрических средств измерения, испытания средств электромагнитных измерений, испытания средств измерения с радиочастот, и все они оснащены полностью новейшей отраслевой технологии. В ходе ознакомления главой государства, уважаемым Эмумали Рахмоном, с новыми условиями деятельности было сказано, что в данном отделе проводится более 20 ведов экспертиз, где работают опытные специалисты. На первом этаже объекта находится актовый зал на 100 мест и столовая на 40 мест. На втором, третьем и четвертом этажах здания расположены рабочие кабинеты администрации отделов центра, а сотрудники обеспечены современной техникой и оборудованием. В центре также имеется конференц-зал. Лаборатория экспертизы пищевых и сельскохозяйственных продуктов, минеральных удобрений и бактериологии находится на пятом этаже здания и состоит из кабинетов микробиологии, экспертизы зерновых культур и производимых из них продуктов. Спектроскопическая и физико-химическая экспертиза. Определение организмов с измененными генами, экспертизы тяжелых металлов, приготовление образцов, хранение образцов, складо-хранение химических реактивов и вспомогательных кабинетов. Сектор контроля качества хлопка и коконов и лаборатория нефтепродуктов размещены в отдельном здании, которое также оснащено новейшим оборудованием. Лаборатория проверяет дизельное топливо, бензин, моторное масло, охлаждающие жидкости и другие. Лидер нации, уважаемый Эмамали Рахмон, был проинформирован о том, что объект был создан на пустующем месте за счет доходов Центра стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции в Сагдийской области. Следует отметить, что до создания нового здания Центр Таджикстана в Сагдийской области был размещен в трех отдельных зданиях, которые были расположены на большом расстоянии друг от друга, что приводило к осложнениям деятельности. Теперь же все отделы центра размещены в одном красивом величественном здании, имеющем современные и благоприятные условия, что во многом будет серьезно способствовать дальнейшему развитию сферы, обеспечению уровня качества и скорости обслуживания. Во дворе здания и вокруг него посажены декоративные и вечно зеленые цветы и деревья. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмамали Рахмон, дал высокую оценку строительным работам и посчитал важным эффективное использование имеющихся возможностей обеспечения безопасности жизни и здоровья населения. Сегодня на второй день своей поездки основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмамали Рахмон, сдал в эксплуатацию предприятие по производству зерна, общество с ограниченной ответственностью Хубджан Инвест, в обжонгофорусском районе Сагдийской области. 12 июня, на второй день своей поездки, основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмамали Рахмон, сдал в эксплуатацию предприятие по производству зерна, общество с ограниченной ответственностью «Хубджам Инвест» в Бабуджонгафуровском районе Сакдийской области. В начале лидернации, уважаемый Эммали Рахмун, у входа данного общества ознакомился с образцами, произведенной на вновь созданном предприятии продукции и деятельностью ряда цехов по производству зерновых. Предприятие по переработке зерна в Бабуджонгафуровском районе построено и сдано в эксплуатацию местным предпринимателям Ильхомом Рабиевым в свете непосредственных указаний и поручений главы государства во имя достойной встречи 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан и достижения четвертой стратегической цели ускоренной индустриализации страны. Напомню, что в ходе встречи с предпринимателями Республики 14 октября 2019 года этот предприниматель перед лидером нации, уважаемым Эммали Рахмоном, заявил о своем намерении построить два промышленных предприятия. И вот за сравнительно короткий срок и с использованием предоставленных государством и правительством возможностей для частного сектора и внесения большого вклада предпринимателями в направлении осуществления ускоренной индустриализации страны было построено новое производственное предприятие. На предприятии действует современная линия по производству муки, строительство которой началось в 2019 году. В ходе создания объекта 85 местных строителей были обеспечены рабочими местами, а строительные работы были выполнены на высоком уровне и с соблюдением архитектурных норм. Общая площадь предприятия, включая еще один цех и подсобные объекты, составляет 5 гектаров, а фактическая стоимость объектов, в том числе установленное оборудование предприятия по переработке пшеницы и производству муки составила 53,3 миллиона сомони. Из этой суммы 18,7 миллиона сомони было потрачено приобретение и установку оборудования. Управление производственными процессами на предприятии полностью автоматизировано. Производственная мощность предприятия по переработке пшеницы и производству муки в сутки составляет 600 тонн. Завоз пшеницы и зерновых на предприятиях осуществляется индивидуальными железными дорогами, построенными предпринимателем. При этом на складе предприятия может храниться до 30 тысяч тонн пшеницы. Осуществляется импорт пшеницы и зерна из Республики Казахстан и Российской Федерации. И с этой целью уже подписаны соглашения о сотрудничестве. Наряду со задачей в эксплуатацию предприятия по переработке зерна, общества с ограниченной ответственностью «Хубджам Инвест» в Бободжон-Гафуровском районе, 200 местных жителей стали обеспечены рабочими местами и хорошей заработной платой. Глава государства, уважаемый Эмоль Рахмон, охарактеризовал инициативу предпринимателя как выдающийся пример патриотизма и активного вклада частного сектора в большее процветание родины и поручил уделять внимание качеству производимой продукции и доступности цен. Здесь же президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмоль Рахмон, ознакомился с проектом еще одного промышленного предприятия, цеха по производству кормовых и заложил фундамент для начала его строительства. Местный предприниматель выразил благодарность лидеру нации, уважаемому Эмоль Рахмону, за поддержку и постоянное внимание к дальнейшему развитию промышленного предпринимательства в Республике Таджикистан. Сегодня основатель мира и национального единства лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмоль Рахмон, открыл цех по производству растительного масла общества с ограниченной ответственностью «Хубджам Инвест» в Ожунгафуровском районе Сагдийской области. 12 июня основатель мира и национального единства лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмоль Рахмон, открыл цех по производству растительного масла общества с ограниченной ответственностью «Хубджам Инвест» в Бабаджамфуровском районе Сагдийской области. Глава государства дал стар деятельности этого производственного цеха, построенного предпринимателем Ильхом Умрабиевым, и охарактеризовал деятельность объекта как выгодную в сегодняшних условиях потребительского рынка. Цех по производству и переработке масла построен на сумму 21,1 миллиона суммоний, из которых 14,5 миллиона суммоний израсходованы на импорт производственной технологии. Данный цех построен в знак созидательной политики высшего политического руководства Таджикистана и является свидетельством практической реализации ускоренной индустриализации страны. Производственная мощность данного цеха в сутки составляет 50 тонн шелухи и подсолнечника. Цех по производству масла является единственным инновационным цехом в Республике Таджикистан, где производство рафинированного масла осуществляется в нескольких этапах, таких как процесс дезинфекции, отбеливания, охлаждения и упаковки. Глава государства, уважаемый Эммали Рахман, поручил предпринимателю уделять первостепенное значение качеству производимой продукции путем тщательных лабораторных испытаний и других обязательных производственных процессов. Было отмечено, что производство начинается с рафинирования масла, что в свою очередь состоит из четырех этапов. На новом предприятии постоянными рабочими местами стали обеспечены 100 местных жителей. Большинство рабочих прошли этап обучения и обладают высокими профессиональными навыками. Лидер нации, уважаемый Эммали Рахман, инициативу предпринимателя Ильхома Рабиева, который, благодаря высокому чувству патриотизма, сумел построить два новых промышленных предприятия на 300 рабочих мест, назвал достойным примера. Во второй половине 12 июня основатель мира и национального единства Лидернации президент Республики Таджикистан, уважаемый Эммали Рахман, провел рабочее совещание с руководителями и активистами Сагдийской области. В ходе совещания был проведен анализ и обсуждение итогов деятельности важных секторов экономики за пять месяцев 2021 года. В ходе выполнения указаний и поручений правительства Республики Таджикистан, реализация государственных программ, осуществление стратегических целей страны и процесс работ по созиданию и благоустройству по случаю 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан, намечены и конкретизированы задачи на ближайший период. Было отмечено, что для достойной встречи и юбилея независимости страны в городах и районах области до сегодняшнего дня были построены и реконструированы 6 967 объектов и зданий. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы!